приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня мы решили провести эксперимент не эксперимент в общем сделать то что мне давно хочется сделать мы решили сделать сырокопченую колбасу то есть мы очень много делали сыровяленых колбас очень много делали варенок копченых колбас а сегодня займемся именно сырокопченой колбасой сырокопченую колбасу мы будем делать по мотивам московской колбасы но и действительно продажи иногда встречается московская сырокопченая колбаса она нам очень нравится ну мне так по крайней мере я ее обожаю вообще говядину последнее время люблю больше чем свинину московская колбаса классическая делается из говядины что нам понадобится из оборудования нам понадобится естественно мясорубка самой мелкой решеткой обязательно нам понадобится кухонный миксер у нас вот такой вот планетарный миксер но можно использовать любой миксер даже ручной который держится в руках но он обязательно нужен и понадобится шприц для набивания колбас либо же насадка на мясорубку само собой так как колбаса у нас сырокопченая нам понадобится коптильня причем коптильня нужно холодного копчения в которой можно поддерживать температуру потому что коптить мы будем при температуре 30-40 градусов но об этом позже что касается ингредиентов мы взяли 750 грамм говядины и 250 грамм свиного шпика потом значит следующие ингредиенты мы все покупаем в магазине ем колбаски которые я буду рассказывать это очень классный магазин причем огромное его преимущество что он работает как украине так и в российской федерации значит в первую очередь мы взяли коллагеновую оболочку диаметром 45 миллиметров 20 грамм 20 грамм нитритной соли 30 грамм нитритной соли тоже покупаем и в магазине ем колбаски не бойтесь этого названия нитритная соль содержание нитрита натрия здесь всего лишь 0 4 процента соответствует самым жестким пищевым нормам поэтому как бы совершенно безопасно она нам нужна для как бы в первую очередь обеззараживание мяса чтобы там не завелись никакие бактерии и во вторую очередь чтобы колбаска наша была красивенькая красного ну как бы красивого натурального цвета вот как московская колбаса она такого темно темно вот как говядина потому что если мы не будем использовать нитритную соль то колбаса у нас получится серая смесь перцев номер один от магазина ем колбаски на самом деле здесь 3 грамма смеси перцев если не хотите ее покупать потому что стоит немножко дороже то 2 грамма черного перца и 1 грамм мускатного ореха молотова и самое главное стартовые культуры для сыровяленных изделий для сыровяленных колбас от магазина ем колбаски но опять же таки покупать можно совершенно в любом магазине и но есть такой нюанс что действительно в магазине ем колбаски не самые дешевые цены я их не рекламирую совершенно но просто нам удобно покупать потому что все в одном месте и когда делаешь большой заказ они еще делают скидку значит полграмма стартовой культуры на килограмм сырья полграмма со стартовой культуры без астарт и питательная среда кристалют но это что-то типа глюкозы питательная среда для вот этих вот стартовых культур 2 грамма питательной среды сахара кристалют ну в принципе можно использовать обычный сахар можно использовать глюкозу сухую фруктозу сухую то есть даже где-то на форумах я читал что люди используют совершенно нормально получается в общем это как для дрожжей сахар так и для этих стартовых культур нужно вот такая вот питательная среда это понимаю что это какой-то кристалют это какой-то мне кажется виноградный сахар просто не буду утверждать потому что не знаю итак друзья первое что надо сделать это приготовить из нашей говядины фаршем наше мяско на подходящие мы купили такую отборную говядину не телятину я подчеркиваю а именно говядину хорошую качественную причем свежая она не была замороженная вообще я очень не рекомендую использовать замороженное мясо ну во-первых из вкусовых соображений автор их она элементарно вредно я даже читал какие-то рекомендации онкологов которые считают что замороженном мясе замороженное мясо может быть как-то связано с онкологией режем на кусочки которые сумеет скушать ваша мясорубка в данном случае наша мясорубка всеядная она кушает все что угодно друзья самую маленькую решетку самую маленькую решетку напоминаю всегда когда пользуетесь механической мясорубкой надо запустить холостую подтянуть вот этот вот винт и только после этого начинать использование это значительно продлить срок службы ваших ножей маленький лайфхак от ларицы поджигаться осталось и мы его никуда не используем чтобы корядинка наша не пропала берем два кусочка хлебушка маленьких закинул мясорубочку и они нам протолкнут протолкнуть нашу горючинку смотрим если вдруг покажется хлебушек то немедленно выключаем мясорубку в нашем случае хлебушек не показался но фарш еще как видите вылез с этим закончим и следующим этапом нам надо нарезать шпик нарезать его надо на кусочки размером 5 5 6 миллиметров не больше очень мелкие эту почетную функцию я предоставлю уже говорил порежем шпик надо резать ну вообще все зависит от ваших предпочтений друзья если вы больше любите большие куски сала в колбасе можете резать побольше я люблю маленькие кусочки сала поэтому мы режем его поменьше потоньше потоньше я бы сказал правильно будет сказать потоньше вот такими вот слайсиками теперь нарезаем эти слайсики в длину после этого нарезаем вот на такие вот маленькие кубики покажем какие у нас вот такие вот сальные кубички получились кстати забыл сказать сало для того чтобы лучше резалась лучше предварительно охладить но не заморозить а именно охладить чуть-чуть лариса все-таки утверждает что подморозить и так друзья порежем все сало и вернемся порезали весь шпик и теперь необходимо мясо тщательно перемешать для этого мы используем миксер если у вас ручной миксер то помещайте мясо в мысочку добавляем сразу все сыпучие ингредиенты то есть все что мы приготовили высыпаем сразу же для перемешивания я вот думаю немало ли перца ну а по госту все слушай как написан будет у нас лагерна колбаска добавляем стартовые культуры естественно высыпаем все не на кучу а равномерно распределяем по поверхности мяска и начинаем вымешивать вымешивали около двух минут вот хочу вам показать что получилось это называется вымешивание до белых волокон фарш стал вот такой вот однородный липкий и в нем появились белые волокна делается для того чтобы у нас в колбасе не было пустот для того чтобы фарш заполнил заполнил все промежутки между салом и чтобы в процессе приготовления ну как бы я не знаю как это объяснить то есть точки зрения биохимии мяса вот но таким образом мы не получим в колбасе пустот то есть она будет однородная теперь нам надо вмешать вмешать наш фарш сало причем сделаем это тоже миксером но не кидаем туда сало вот так вот просто всей тарелкой а стараемся разделить кусочки нам же не надо в колбасе скопления сала поэтому стараемся те кубики которые мы нарезали разделить загружаем часть немножко перемешаем и постепенно вводим все оставшиеся сало перемешаем еще несколько минут и покажу вам друзья получившийся результат видите у нас сало очень хорошо вмешалось мясо она уже выглядит как колбаса вот этого собственно говоря ну конечно еще не совсем колбаса по форме но по сути уже как колбаса теперь друзья нам надо набить наш фарш в оболочку если вы используете колбасный шприц то загружаем его в колбасный шприц если используете насадку для мясорубки то вынимаем из мясорубки все ножи оставляем только шнек и ставим насадку мы сейчас загрузим фарш в наш колбасный шприц друзья и опять забыли перед тем как фарш помещать колбасный шприц его надо вот так вот отбить чтобы удалить из него все пузырьки воздуха первое что нам надо сделать это стравить воздух надеваем оболочку подготовленную и теперь надо подвести фарш сюда вот краю цепки чтобы чтобы там не было воздуха хотя это без разницы потому что мы же не завязываем сразу оболочку стараемся достаточно туго набить нашу колбаску пока батончики откладываем все остальное в церкви за счет того что толстая церковь не осталось много фарша сейчас друзья мы его вручную переместим так как вы видите делаем мало колбасы этот шприц рассчитан на 5 килограмм и продолжим с какой стороны начнем таким вот образом уплотняем ее лучше делаем вдвоем хорошенько завязываем с одной и с другой стороны оставляем хвостик достаточно длинный чтобы случае надобности нам можно было еще уплотнить колбаску и и после этого друзья оставляем нашу колбасу на три дня при комнатной температуре на ферментацию это надо для того чтобы отработали во первых стартовой культуры колбаса приобрела цвет уплотнилась ферментировалась в общем произошли все необходимые процессы вот такие вот батончики у нас чудесные получаются оставляем ее на три дня ферментироваться при комнатной температуре и после этого вернемся дальше к приготовлению а да вот на этом этапе если где-то попал воздух а вот здесь даже если я вижу пузырьки воздуха надо взять тонюсенькую иголочку и сделать легенькие проколы чтобы если где-то видно вот еще здесь пузырек воздуха на оболочке пузырьки воздуха тут тоненькой иголочкой прокалываем их друзья друзья наша колбаска провела три дня на ферментации я надеюсь что стартовые культуры очень хорошо отработали сейчас покажу вам крупный план как она выглядит и будем помещать ее на копчение вот посмотрите как она замечательно выглядит после трех дней ферментации реально настоящая московская колбаска она уселась стала достаточно плотная ну собственно говоря я сейчас подготовлю коптильню поместим колбасу в коптильню на улице сейчас 5 градусов плюс 5 градусов поэтому включи небольшой нагрев то есть коптить мы будем в течение 6-8 часов будем смотреть как будет ложиться дым при температуре 20-22 градуса но я выставлю 22 наверно потому что на улице очень холодно вот в результате там получим 21 по факту итак друзья я готовлю коптильню и поместим колбаску в коптильню я помещаю нашу колбаску в коптильню какой ветер надо было просить ларису помочь а там чем-то занято не захотела мне помогать тут все раздувает чик повесим ее чик дымогенератор разгорается температуру я в коптильне включил 22 градуса горит зеленым сейчас фактическая температура 12 тены нагонят температуру пролетает снежок ну и собственно говоря сейчас коптильня наполнится дымом начнется процесс копчения процесс нагревания уже начался будем коптить ну первый раз посмотрим часов через шесть что у нас получилось и дальше будем принимать решение дольше будем коптить или останавливать копчение ну и по результатам естественно скажем сколько мы ее коптили друзья он дымогенератор запустился коптильня наполняется дымком красота какая вот наш дымогенератор об этой коптильне я снимал видео как я ее делал полностью всю коптильню автоматику если вам интересно в обзорах оборудования на нашем канале можете посмотреть видео про эту коптильню сделана она из старого сейфа тут вот собрана автоматика с термодатчиком rex 100 датчик также есть влажности и температуры внутри в общем обдул конвекция все как положено и так друзья до встречи через шесть часов ну вот друзья коптилась наша колбаска 7 часов я полчаса назад выключил дымогенератор в камере еще есть дым уже потемнело но мы сегодня доставим достанем повесим отдыхать на веранде а завтра уже обсудим получившиеся результаты и расскажем как как дальше ее собственно говоря ну вялить как дальше и готовить наша колбаска друзья проветрилась отдохнула имеет очень замечательный вид сейчас покажу вам крупный план как она выглядит вот друзья посмотрите какая красота как выглядит прекрасно наша московская сырокопченая колбаса и сейчас расскажу что с ней делать дальше пахнет замечательно вообще такой тонкий аромат но мне кажется она получится очень классная в меру твердая колбаса у нас сырокопченая то есть мы ее закоптили теперь надо ее завялить то есть ей надо дать приготовиться друзья подвешиваем ее но идеальные условия это влажность 75 процентов и температура 10 12 градусов если таких условий нету можно в контейнере на верхней полке холодильника дать ей завялиться но это не лучший вариант лучше конечно в каком-то прохладном помещении так чтобы у нее был ну чтобы она проветривалась чтобы она вялилась и проветривалась если у вас балкон не с южной стороны то балкон идеально подойдет ну как бы в самых в самом критическом случае да это холодильник время от времени 1 2 в 3 дня вынимать из контейнера в комнате давать полежать несколько часов потом опять контейнер и на верхнюю полку холодильника вот такой вот регламент мы ее будем вялить в нашей камере для вызревания у нас есть камера для вызревания сыровый колбас то есть у нас там идеальные условия 11 градусов температура поддерживается постоянно влажность 75 процентов не будем не будем с контейнерами заморачиваться просто повесим и будем ждать вялить ее надо от 3 до 4 недельная думаю что мы будем вялить 4 недели друзья через 4 недели обязательно отдельным видео снимем дегустацию рецепт приготовления московской сырокопченой колбасы на этом мы будем заканчивать я практически уверен что колбаса получится очень классная но дождемся дегустации я же говорю отдельным видео ну и собственно говоря желаю вам друзья дорогие подписчики чтобы у вас колбаса тоже получилось вкусная по нашему рецепту подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новое интересное видео всего доброго пока